Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда Недомайнер и моя скромная таверна. Сегодня в выпуске предлагаю вам посмотреть на цены и дефицит Ryzen 5000, оценить рекордный разгон нового процессора AMD и конечно же заценить свежие новости о видеокартах и посмотреть на RX 6000 в исполнении Sapphire. Обо всех самых актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас, но перед тем как мы начнем не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с видеокарт. Как мы знаем, видеокарты Nvidia до сих пор не появились в продаже и судя по всему карты AMD может ждать такая же участь. Один из представителей Asus сообщил, что первые партии видеокарт RX 6800 XT будут ограничены в объемах. Они уже ожидают, что доступное количество видюх будет раскуплено за считанные минуты. Но в то же время с RX 6800 ситуация обстоит намного лучше. Но чудо ждать конечно же не стоит. А вот спустя пару недель после релиза начнутся поставки нереференсных моделей партнеров, но представитель Asus пока не взялся судить об их доступности. На Reddit тем временем также прозвучал комментарий о ситуации с одной сетью магазинов Европы. Они также ожидают проблемы со складскими запасами, как это было с видеокартами Nvidia. Но будет ли дефицит настолько большой мы узнаем уже на релизе видеокарт. Ведь как бы нам не хотелось, но мощности АТСМС заняты не только RX 6000, но и кристаллами для консолей. Но даже такая ситуация не мешает вендорам создавать свои видеокарты. Всеми любимая Sapphire уже показала свои нереференсные модели для видеокарты RX 6800 XT. Ими оказались все те же Pulse и Nitro Plus. А если смотреть на первые фото, то дизайн явно был унаследован от видеокарты 5700 XT. Фотографий с других сторон пока что нету, как собственно и спецификаций. Но явно видно, что средний кулер будет крутится в другую сторону. А вот с зеленого лагеря прилетели очень интересные инсайды. Еще не успели даже анонсировать RTX 3060 Ti, как ее младший родственник уже светится на постерах компании Galaxy. Но и это еще не все. Видеокарта RTX 3060 успела даже прописаться в таможенной базе данных под маркой Inno3D по соседству с более известной RTX 3060 Ti. Номенклатура модели видеокарт пока не раскрывается, а импортер скорее всего просто зарегистрировал обе модели для возможности дальнейшего осуществления поставок изделий с таким наименованием. А сама видеокарта RTX 3060 Ti была слета еще в одном исполнении. Ресурс видеокарт, найдя хроссекретил еще одну модель в исполнении Gigabyte и ей стала модель RTX 3060 Ti Gaming OC Pro, которая получила массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами и судя по всему станет одной из модификаций с наиболее агрессивным заводским разгоном. Такая малышка займет пространство почти трех слотов расширения, а внешне она полностью повторяет модификацию RTX 3070. Также она унаследовала и трехсекционный радиатор, и шести и восьмиконтактные разъемы дополнительного питания. А вот частотные характеристики устройства пока не сообщаются. Ну а для запитки новых видеокарт на рынке появился еще один игрок. Компания Chieftech представила под дочерним брендом Chieftronic серию блоков питания PowerUp. Продуктовая линейка будет включать блоки мощностью от 550 до 850 Вт, которые получили сертификат 80 Plus Gold. Ну а с процессорного лагеря поступают весьма интересные новости. Как мы знаем, в этом полугодии Intel перестал открывать, что их потребительские процессоры Alder Lake будут использовать гибридную архитектуру с сочетанием больших и компактных ядер. Однако AMD считает, что время таких компоновочных решений еще не пришло в настольный сегмент. Как поясняет корпоративный вице-президент и главный технолог по продуктам AMD, сама по себе концепция Big Little, то есть большие и малые ядра, присутствует на рынке уже более 15 лет и ее нельзя назвать новой. Но чтобы сделать ее успешной в потребительском секторе, нужно кардинальным образом переработать операционные системы и программное обеспечение. Ведь существующие планировщики задач стремятся к симметричности, а эффективно управлять потоками данных для больших и малых ядер одновременно будет весьма сложно. Представитель AMD отказался обсуждать даже теоретические сроки внедрения такой гибридной компоновки в процессорах компании, но признался, что она никогда не будет использовать такую архитектуру лишь в маркетинговых целях. Добавлять количество ядер за счет маленьких функциональных блоков, по его словам, будет бессмысленно до тех пор, пока их ресурсы не сможет эффективно использовать программная экосистема. А тех успехов, которых AMD сейчас добилась при помощи больших ядер, нельзя было бы достичь при помощи малых. Конечно в его словах есть доля правды, но ведь никто не мешает сделать подобный процессор, чтобы под него писали софт. А как думаете вы? Напишите ваше мнение в комментариях. А вот про сами новые процессоры Ryzen 5000 появилась весьма интересная информация. Как вы помните, я рассказывал, что частота 4000 МГц должна стать новым стандартом для Zen 3. Так вот на практике оказалось, что выше 3800 выжать не получается. А все из-за того, что такой разгон попросту не добавили и не все процессоры AMD смогут с ним работать. Компания AMD пообещала, что в грядущем обновлении микрокода Agesa добавят оптимизации, позволяющие Zen 3 работать с частотой FCLK до 2000 МГц. Хотя некоторые текущие образцы Ryzen 5000 уже способны достичь скорости шины выше 1900 МГц. Но представители AMD уверены, что еще больше пользователей смогут добиться такой скорости с предстоящей оптимизацией. Если кто не знает, то речь идет о частоте Infinity Fabric, которая равняется половине от частоты ОЗУ. То есть при выставлении ОЗУ на 4000 МГц частота FCLK будет на отметке в 2000 МГц. Кстати, еще одним новшеством будущего Agesa станет поддержка андервольтинга для Ryzen 5000, что позволит более гибко управлять напряжением на CPU и оптимизировать режим работы. Однако конкретных сроков выхода новых прошивок AMD не сообщает. Ну а что же там по разгону новых Ryzen? А там все очень даже хорошо. Старшие Ryzen 5000 в экстремальном разгоне уже обходят своих предшественников. На днях тайваньский оверклокер, работающий в стенах Gigabyte, сумел раскочегарить флагманский Ryzen 9 5950X до 6362 МГц. Для своих экспериментов тайванец использовал материнскую плату X570 Aorus Master. Охлаждение процессора обеспечивал, конечно же, испаритель жидкого азота, а напряжение было увеличено до почти 1,7 В. Но самое поразительное, что ему удалось сохранить активность всех 16 ядер и 32 потоков в распоряжении Ryzen 9. Но вот с ценами конечно не все так гладко как хотелось бы, но все равно очень даже неплохо. Как ни странно, но в России старт продаж немного задерживается, однако это не помешало региональному офису AMD назвать рекомендуемые цены на новинки. Российский офис AMD назвал рекомендованные цены как для бокс версий, так и для трей версий процессоров. Однако стоит отметить, что это рекомендуемые цены и конечные продавцы могут продавать их немного дороже. А сам старт продаж процессоров ожидается в ближайшие пару недель. А тем временем на западе не все так гладко с продажами. Многие американские покупатели пожаловались, что процессоры Ryzen 5000 были практически мгновенно раскуплены на двух крупных американских площадках, New Egg и Best Buy. На них они кстати продавались по рекомендованным ценам AMD. И затем сразу же часть процессоров всплыла на eBay. Например, при рекомендованной стоимости в 299 убитых американских енотов 6-ядерная модель предлагается на eBay по цене в 400-500 долларов. Для флагманской 16-ядерной модели компания AMD рекомендует цену в 799 баксов. Однако среди большинства предложений eBay цена находится выше тысячи. Так что не только в наших странах работают перекупы и на западе они тоже существуют. Но какой же Ryzen без оперативной памяти? В честь выхода новых процессоров на Zen 3 компания G-Skill моментально пополнила линейку Trident Z Neo новыми комплектами. В один комплект вошли две планки DDR4-3800 с таймингами CL14 и общим объемом 32 Гб. Такие планки будут работать при напряжении в 1,5 Вольта, а полные тайминги будут звучать как 14, 16, 16, 36. К слову, это первые на рынке модули с таким сочетанием высокой частоты и низких задержек. А для энтузиастов, которые собрались выжать из своего Ryzen 5000 все возможное, G-Skill готова предложить комплекты оперативной памяти DDR4-4000. Полный же список новых комплектов вы прямо сейчас видите на экране. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.